Итак, страх нового. Когда же у нас появляется страх нового? Вообще тут и есть участники, которые боятся начинать какие-то новые дела. Посадьте, пожалуйста, в чате плюс. Честно. Спасибо. Ну, я жду нашу аудиторию, чтобы она как-то реагировала. Я просила поставить очень четко, то есть плюс. Ну, хорошо. А другие участники, то есть я не пытаюсь тут выведать ваши какие-то закрома, абсолютно нет. Вебинар именно для того и создан, чтобы помочь и направить. Поэтому открывайте себя немножко. И дайте себе, скажем так, возможность улучшить вашу ситуацию, если у вас есть такие страхи, избавиться от этого. Итак, можно сказать, что страх, он базируется на двух компонентах. Вы, наверное, сейчас со мной согласитесь. Страх базируется на нашем прошлом. Наши прошлые негативные ситуации создают этот, скажем так, мыф страха. И наше незнание новой ситуации. То есть недостаток наших знаний способствует поднятию таких энергий, как неуверенность, неустойчивость. Ну, различные энергии поднимаются и, соответственно, встает чувство страха. Я сейчас не говорю о страхе, как некой предупредительной защитной машины, программы, которая ограничивает нас от каких-то бездумных поступков. Например, мы прыгаем там с 12 этажа. Речь сейчас не об этом. А речь сейчас о том, что вы начинаете делать какое-то новое дело, вы хотите этим заниматься, вы не знаете, как к нему подойти, и у вас, естественно, встает страх. То есть все знают это чувство. В животе, в районе пупка начинается какое-то там бурление, да, когда идет какая-то такая ситуация, да. То есть у нас получается энергия, она как бы опускается, наша вся энергия в первые три чакры, я бы сказала, даже в первую чакру. Да, у нас выбрасывается количество абринолина и так далее. И мы начинаем иногда, ну просто возникают вот эти вот паники, да. Я объясняю сейчас, почему-то пошла информация, связанная с паникой. Видимо, она кому-то нужна из участника. То есть опускание энергии в первой чакре, да, способствует созданию паники. И, соответственно, чтобы убрать панику, нужно просто перейти, да, из одного состояния в другую. Ну это легко сказать, ну давайте все по порядку. Итак, чтобы нам изменить нашу ситуацию, должно быть у вас жгучее желание действительно что-то изменить. Вот есть вот у нас участники, у которых есть желание изменить свою ситуацию. Хорошо, еще участники у нас есть? Которые вы хотели что-то поменять, начать, может быть, что-то новое. Может быть, у кого-то из вас есть новый проект, который вы хотите начать. Может быть, вы уже начали, немножко застопорились. Да, потому что пришли какие-то страхи, а как делать дальше и так далее. Да, тяжеловато работать с аудиторией, которая довольно-таки мало реагирует. Ну что ж, пойдем дальше. Я надеюсь, вы получите информацию. Итак, у вас должно быть желание. Желание — это очень важная система. Если есть желание что-то изменить, и вы создаете это себе, в своем мире, то будет желание и научиться чему-то новому и что-то отпустить. Итак, тема страх. Страх базируется на двух вещах. Незнание и неумение оставлять отработанные знания. Ну, чтобы оставить отработанные знания, есть очень хорошая система медитаций. Или мы можем назвать это некие упражнения со своим внутренним «я». Да, так, наверное, звучит проще. Почему мы должны отпускать? Потому что, не отпустив какую-то ситуацию, не отпустив какие-то знания, не отпустив какой-то негативный опыт о вашей прошлой жизни, вы не можете пойти дальше. Вы можете представить некий шкаф. Мы обязательно сделаем медитацию, которую я приготовила именно для этого вебинара. Она пришла. Поэтому немножко терпения. И в данном случае представьте себе шкаф. Да? В этом шкафу находятся полки. Полки, можно сказать, заваленные какой-то информацией. Пришло время. Вы поняли, что эта информация отработана. Вам нужно убрать эту информацию, как уже отработанную, и освободить просто место для новых полок, для новых идей, для новой энергии. А с новой энергией придут новые идеи, придут новые ситуации в жизни. И будет просто легче решать какие-то определенные задачи. Более, скажем так, как это делается на практике, в индивидуальном подходе, мы рассмотрим это немного позже. Сейчас мы перейдем ко второй части, которая, скажем так, базируется на наш страх. Это незнание. И освободив одну полку, две, три, четыре полки, а может быть и весь шкаф, вы освобождаете свое энергетическое пространство для новых свершений, для новых знаний. Вы наполняете его новой энергией, которая позволяет вам уже в вашем новом пространстве, с вашими новыми проектами двигаться легко, и свободной. Есть специальные у меня техники, как можно очень быстро и легко получить те знания именно в той области, которая нужна вам, методам медитации, методам активной медитации. Я это проверяла на себе в течение трех-четырех лет. Это очень хорошо работает. Это позволило мне изменить мою собственную ситуацию и сделать путь от инженера в бюро до того, что я того человека, который я сейчас из себя представляю. Я занимаюсь целительством, я даю какие-то семинары, я занимаюсь медитациями с группами и веду еще какие-то деятельности. Сейчас в данном случае еще пришла дополнительная деятельность, это энергетический массаж. Ну, сейчас речь не обо мне, а речь о том, что я просто хотела вас убедить в том, что эти знания, эти медитации, эти упражнения действительно очень хорошо работают, и, используя их, можно достичь очень хороших и положительных результатов. Важна еще цель. Важно видеть на протяжении многих лет вашу цель. Важно иметь долгосрочную цель и, скажем так, важно иметь цели на неделю, цель на день. Если у вас есть какой-то конкретный проект, то лучше всего распределить вот такие маленькие и большие цели и двигаться от одной цели к другой, используя все, скажем так, используя новые знания. Конечно, нужно себе позволить выучиться, потому что невозможно прийти в новое пространство и начать новое дело и притащив туда свое старое мышление. Не получится, сразу хочу сказать, так не работаем. Ну, то есть возможно, но возможно-то это возможно, но вы просто превратите это новое пространство в общем-то, фактически в старое. То есть ничего, по сути дела, не изменится, потому что не изменился ваш подход, не изменился ваш набор знаний и не изменилась какая-то, соответственно, ваша реальность. Поехали дальше. Есть какие-то вопросы? У нас немножко совершенно... Немножко мы перескочили. Есть какие-то вопросы? Ну вот, и можно сказать, что уверенность делать какое-то новое дело возникает, когда у вас есть база новых знаний и когда вы оторвались от прошлых шаблонов. Или бы я сказала, шаблоны прошлого. А чтобы это легко осуществить уже прямо сейчас, напишите, пожалуйста, в чате, кто готов осуществить переход из одного состояния и другое прямо сейчас. Ну, замечательно. Павел, я за вас очень рада. Замечательно. Я надеюсь, у других участников тоже хорошее чувство. У меня есть удивительное предложение для вас. Родилась она буквально недавно. У кого из вас есть и теперь новый какой-то проект или какое-то новое дело, которое вы хотите начать и никак начать не можете, я предлагаю свое энергетическое сопровождение, скажем так, в течение месяца этого вашего первого шага или последующего шага. Скажем так, первый шаг вы сделали сегодня и сейчас. Я предлагаю вам в месячный коучинг избавления от страха. Здравствуйте, Сергей. Вы пропустили очень важную медитацию, но если вы останетесь до конца, вы можете получить ее запись. Итак, мой месячный коучинг избавления от страхов. Вы хотите начать что-то новое? Я веду вас весь месяц за руку. Конечно, не ежеминутно, но мы встречаемся один раз в неделю, обсуждаем ваш какой-то конкретный проект и те страхи, которые у вас есть с этим проектом или какие-то препятствия. Просто работаем энергетически и убираем эти препятствия, убираем эти страхи. Сколько же стоит, по-моему, коучинг? Обычно он стоит даже больше, чем 20 тысяч рублей, потому что это довольно-таки большая энергетическая работа, потому что во время индивидуальной работы открывается не только проблема со страхом, но и многие другие проблемы. Мы как некая капуста с листиком. Снимаешь один листик, там под низом находятся еще листики, еще листики, еще листики. И не всегда возможно сразу найти ту кочерыжку, которая создает проблему. Но, тем не менее, я думаю, что результат будет просто замечательный. И это будет реальная помощь для тех людей, которые действительно, действительно, я повторяю, хотят начать что-то новое. И только для участников этого вебинара, вот у нас сейчас 4 участника, этот кочинг я вам продаю по вот этой цене. Сейчас я сброшу ссылку в чате на заказ этого кочинга. Это, в общем-то, мое энергетическое сопровождение в течение одного месяца. Ну, а там уже можно посмотреть по договоренности и по тому, насколько человек действительно что-то делает и работает с собой. Потому что я сразу могу сказать, без работы над собой, то есть ничего не получится. Нет волшебной палочки, которая придет и сделает что-то за вас. Вам нужно встать с дивана, вам нужно пойти, вы должны что-то сделать. В энергии, да, пожалуйста. То есть, сделав какое-то действие в энергии, вы просто легко делаете его на физике. Я это убедилась на собственных примерах. То есть, я не говорю, потому что я посмотрела там кого-то, да, а я говорю о том, что действительно прошла сама, прошла тот путь от, так сказать, путь бюро до бюро целительства. Да? Просмотрите это предложение. Еще для всех участников сегодняшнего вебинара я предлагаю некоторую анкету, в которой вы, пожалуйста, оставьте свои данные. Просто посмотрите анкету, можете прямо сейчас перейти, посмотреть, я даю вам время. Запомните прямо сейчас анкету, чтобы получить запись этого вебинара. Может быть, еще какие-то мои бонусы. Или мою какую-то, скажем так, дополнительную консультацию по проблеме здоровья, по какой-то другой проблеме. Или просто, если вы хотите получить энергетический массаж, такой тоже возможно, его можно получить и по скайпу, уже проверено. Или вы просто хотите поделиться, какие у вас есть проблемы, пожалуйста, заполняйте эту анкету, и мы будем на связи. У нас немного странно работают. Сейчас. Как? Что вы получаете, заказав еще этот кончин? Вы получаете уникальные техники, изучение любых, скажем так, любых отраслей в короткое время. Да? Изучаете вы язык, изучаете ли вы какую-то строительную деятельность. Конечно, у вас должны быть какие-то навыки, но просто... И вы должны это проделать еще раз на физике. Ну и какие-то индивидуальные техники. И какие-то нам... Мои дети тут немножко влияют. И какие-то еще другие техники, индивидуальные техники, которые подходят именно вам. Стараемся прямо сейчас изменить ситуацию, чтобы у нас был такой... То есть если вы занимаетесь энергетически, вы работаете с этим постоянно. Итак, я даю вам уникальные техники, мое энергетическое сопровождение и замечательную мотивацию в любом проекте, который вы начинаете. Ну, в общем-то, и все. Я хочу сейчас, чтобы вы задали какие-то вопросы. Если что-то непонятно, сейчас время вопросов. Спасибо. Хорошо, понятно, проверю. Спасибо. Может быть, она не работает с телефоном? Хорошо. У аудитории, которая сейчас здесь находится, которая заполнила анкеты... Хорошо. Проведем. Так, сейчас хорошо. Сейчас прямо делаем... Ну, делаем все. Я делаю все одна, так что, в принципе, возможно, да, какая-то ситуация. Опрос проведем. Сейчас мы быстренько это изменим. Очень хорошо, что вы мне это сказали. Просто сама мысль, чтобы дать вам этот вопрос, пришла буквально недавно. Ага, я уже вижу уведомления о новых ответах. Почему это у кого-то не работает, а у кого-то работает? Ага, очень приятно. Вот я увидела уже... Некоторые у нас участники уже написали ответ. Сейчас немножко внимания. Поскольку у нас некоторые участники подошли позже, я могу вас тоже спросить, есть ли у вас конкретно какой-то новый проект, который вы бы хотели начать, или вы уже начали. Сообщите, пожалуйста, об этом. Сейчас посмотрим, о чем-то он из него. Да, действительно, это 25 числа был опрос. Давайте сделаем... Странное дело. Вообще-то опрос не ограничен. Ну, какого-то числа, но почему-то здесь стало ограничение. Да, то есть, если есть у кого-то какие-то проблемы, я исправила. Так что можете заходить и... Возможно, у тебя-то продолжала откроет, у тебя не потерялась. Ну да, вот что проведем. Ага, вот точно, я и получила. Попробуйте еще раз пройти по ссылке. Потому что я знаю, что я очень, ну, не ставила... Когда-то раньше я поставила ограничения, но я их сняла. Просто сейчас очень... Я сама удивилась, что там есть какие-то ограничения. То есть, проходим опять по ссылке, Павел. И... Конечно. Есть у нас уже товарищи, которые заказали коучинг. Ну, замечательно. Спасибо за ответ. А, Павел, вы отвечали раньше в рассылке. То есть, у меня была рассылка действительно с этим опросом. Он был несколько другой, но подобный был. Ну, хорошо, Павел, в принципе, я вас знаю. Вы у меня и на консультации ходите. Вот, поэтому связь у меня есть с вами. То есть, тут никаких проблем. Вот, кстати, можете, может быть, пару слов написать о консультациях, которые мы создаем, имеют реальное осуществление жизни. И мы можем, конечно, либо осуществлять это действие, взяв руки и ноги и что-то делая, либо не осуществлять. То есть, высший мир даёт нам возможности, именно возможности в энергетическом плане изменения ситуации. А то, что мы делаем, мы делаем это на физике. И, соответственно, есть выбор. Идём мы дальше или нет. Любая идея, которая нам приходит, мы должны её воплотить на физике жизни. Просто после энергетической работы это воплощение даётся легко. И, не знаю, вас сопровождают именно те люди, которые нужны вам. Вам подают именно те ситуации, которые нужны вам. Иногда это просто фантастически работает, и я сама этому удивляюсь. Ивна. Да, энергия берёт примерно от трёх до пяти дней. Это знают люди, которые ходят на мою консультацию. Берёт у меня консультацию по здоровью, если у них там болит спина, или есть какие-то проблемы с руками, с ногами, с коленами и так далее. Иногда получается очень быстро, в зависимости от того, насколько эта проблема уже существует на физике. Сколько лет она существует или сколько месяцев. Есть ещё какие-то вопросы у аудитории? Или кто захочет? Ну, это обычное дело. Павел, мы сейчас проводим не консультацию, да? А я провожу вебинар для всех. Это первый пункт. Второй пункт. Понятно, иногда мы делаем это в энергии, а ноги, оно не всегда приходит из той двери, из которой вы ждёте. Очень даже часто оно приходит совсем с другой стороны, ситуация разворачивается по-другому. Ну, вы мне дали рекламу, теперь ещё будут люди думать. Дело просто в ситуации, то есть я просто... Мы просто вышли из одной двери и вошли в другую. То, что вам приготовлено. Иногда дело в том, что как работают наши мысли, я совсем об этом не поговорила, наши мысли работают уникальнейшим образом. Наши мысли и создают эти энергетические ситуации сначала в энергии, а потом уже переносятся уже с энергетического пласта на физику. И если вы... Допустим, знаете, как интересно, да? То есть я наблюдала это сама на себе, да? Начинается новый проект. У вас замечательное настроение, подъём, идёт энергия, вы находитесь в этой энергии, всё идёт легко и просто. Вдруг проникает в вашу голову какая-то мысль. И начинается бродение. Вот буквально как бродит пиво, да, или какая-то закваска, начинается бродение, начинается блуждание, куда-то пропадает эта энергия, пропадает, пропадает, ну, я бы сказала, нежелание, но пропадает какая-то мотивация, возникает неуверенность. И, в общем-то, куча всяких ещё энергий приходит и говорят, так, давайте поработайте с вами. Что делать в такой ситуации? Выбросить мысли. Взять и выбросить мысли. Ну, а как это уже делается более подробно, приходите на мой коучинг, на учёб, там замечательный цикл. Есть какой-то вопрос у Сергея? Виталия у нас как-то молчком-молчком, но я надеюсь, всю информацию человек получил, которую нужно было получить. Вот мне интересно, вообще находятся у нас в чате люди, которые хотят там вообще-то что-то новое. Ну, поставьте чате плюсики. Сейчас посмотрим, как у нас медитация вообще работает. Народ поскнул, чтобы такого сделать, чтобы разбудить, принести энергетическую дубинку. Ну, понятно, что уже я всё сделала. Я и говорила для тех, кто опытный. Ну, и хорошо, сделала замечательно. Ну, хорошо. Если вопросов больше нет, забирайте, я считаю, вестящее предложение от меня и вперёд на новые проекты. С вами была Ольга Бёме, Центр «Энергия жизни». Приходите к нам ещё, приходите по нашу вебинары и заказывайте наш коучинг. Привет всем, хорошего вечера и удачи во всём. Пока! Игорь Негода, Продолжение следует...